Здравствуйте! Сегодня поговорим про асцит или водянку брюшной полости у наших животных. Рассмотрим на примере больной собаки, она за моей спиной, но то же самое происходит и в организме больной кошки. Патология развивается однотипно. Итак, в этом видео основные симптомы асцита, причины, методы лечения и профилактики. Начнем с симптомов. Болезнь развивается медленно, хроническое течение и на первом этапе мы можем наблюдать утомляемость у собаки, физическая нагрузка на том же уровне, но почему-то устает. Изменение стула, понос меняется запором и нет явной причины. Рацион мы не меняем, кормим собаку точно так же и аппетит есть, но почему-то она худеет, а при этом живот увеличивается. Когда вы обращаетесь к доктору, он при осмотре животного может заподозрить наличие жидкости в брюшной полости. Для уточнения диагноза делают УЗИ, рентген и прокол в брюшной полости, если нужно. Но это для того, чтобы определить характер жидкости, если она там есть. Когда заключительная стадия болезни, когда много жидкости, если мы приподнимем собаку за передние конечности, жидкость опускается и в нижней части появляется такой шарик, наполненный жидкостью. Причины. Асцит это не заболевание, это проявление какого-то нарушения. На первом месте болезни печени, на втором сердце, на третьем опухоль. Есть еще другие причины или комбинации этих каких-то нарушений. Как известно, органы отдельной жизни не живут в организме, печень влияет на работу сердца и в обратном порядке. Цепочки можно строить различные, почки, сердце, печень, любой орган берите, он будет все равно взаимосвязан с другим. Механизм развития асцита. Кровь собирается из брюшной полости, собирается в портальную вену, она уже идет дальше к печени. И вот представьте, если есть нарушение в печени, болезнь какая-то, нарушается кровоснабжение, циркуляция крови в печени. И что может привести к застою венозному. Давление в венах повышается, особенно в этой портальной вене. И жидкая часть крови выходит за сосудистое русло, попадает в брюшную полость. Жидкость должна быть в брюшной полости, но небольшое количество. Для того, чтобы защищать внутренние органы, кишечник при ходьбе, при какой-то травме, то есть толчке. Но сколько ее образуется, столько и удаляется жидкости, то есть соблюдается, поддерживается гомеостаз. Лечение. Лечение асцита направлено на основную причину. Болезнь печени, значит помогаем печени. Сердце, помогаем сердцу. Но это я условно говорю, друзья, потому что подходы комплексные и решаются в каждом случае индивидуально. Чаще всего применяют глюкокортикоиды, фуросимид или другие диуретики, чтобы снизить количество жидкости. Как-то стимулируют сердце, снижают физическую нагрузку, рацион корректируют, чтобы максимально его улучшить. Улучшают условия содержания и так далее. Если организм не реагирует на препараты, то есть уже компенсации не хватает, а жидкость скапливается, то прибегают к хирургическому методу. Просто выпускают жидкость или, как говорят, выпустить асцит. Но это уже конечная стадия и временный эффект получается. Жидкость все равно потом образуется, накапливается, если основную причину не удается исправить. Профилактика, друзья. Нормализация питания, условия содержания, своевременная вакцинация и обработка от паразитов. К примеру, сейчас осень, много клещей. Вы пошли гулять в лес с собакой, не обработали ее, подхватили клещей, заразились пироплазмозом. Пироплазмоз влияет на многие органы и ткани, в том числе может повлиять негативно и на печень, привести к каким-то серьезным нарушениям. Вот вам потенциально развивается асцит. Поэтому, друзья, как обычно, напоминаю, что профилактика это всегда дешевле, эффективнее, чем лечение. Ну а в целом асцит, если развивается, это прогноз не очень благоприятный. Все, друзья, будут у вас дополнения, пишите в комментариях. Заходите на сайт, там дополнительные материалы и послушаем нашего эксперта. Пока-пока. Хм, я недавно в интернете видел такую болезнь. Мужики отращивают себе животы огромные. Может быть специально, чтобы ставить туда кружечку или бутылочку, но они заливают пивко в больших количествах. Возможно, они не знают, что это болезнь такая есть, асцит. Надо им сообщить. Пойду напишу. Сообщение сделаю. Угу. Пошел, пошел. Продолжение следует.